Наше путешествие начинается! Все за борт! Прыгать, только смотреть. Вон там, вон, видите? Большое и мокрое. Это море. Глаза выше в сторону берега, вон туда. Это берег. И горы. Экскурсия подошла к отцу, прощайте. Зоя, мы плыли. А почему никто никуда не уходит? А куда вы денетесь? Здорово, что решили остаться. Странный вопрос от странного капитана. А где мы находимся? В море? Нет, в море нас еще нет. А ну там, далеко. Настаивайте, я подтолкну. Где мы прямо сейчас? Вот она разбирается. Мы сейчас на теплоходе Орион. Именно так мы называем его для налоговой. На самом деле, это черная жемчужина, и все мы теперь гости пиратского корабля. Налоговая это плохо. Само судно по кармане море. Мы сейчас только в бухте. Это самая большая бухта на всем Черномовской побережье. Длина береговой линии 15 километров. Расстояние от края скалы до края скалы на выходе из бухты 9100 метров. Самерская бухта самая красивая и самая большая во всем Черном море. Второе ее название – Новороссийская. Всем внимание на правый борт. По правому борту длинная туманная гора. И огоньков у Новороссийской. Это мыс Масхаку. Правый берег бухты. На ней город-герой Новороссийск. Кто-нибудь уже бывал в Новороссийске? Да. Отлично. Для тех, кто не был, друзья, в Новороссийске есть на что посмотреть. Там большой порт. В порту кораблики. Один из них – крейсер музея Михаил Кутузов. И поверьте, такое повидать надо. В Новороссийске большая набережная, малая земля. Там торговые центры и культурные памятники. В Новороссийске есть пробки. Кто-нибудь видел пробки Новороссийска? Белорусский. Даже поучаствовал тут пели. Там тоже есть пробки. Здорово, что смогли выбраться. Обернитесь, друзья, по левому борту. Большая высокая гора. Это мыс Доо. На верхушке горы действенная чистая природа. Яхотничьи уходья. Там бегают только дикие кабальчики. Там практически нет людей. У Бомёжья горы пряжа и санаторий. Там бегают дикие туристы. На самом краю мыса. Там, где гора украивается в горизонт, здоровенное стеклянное здание. Это пансионат Надежда. Самое дорогое и самое пешенебельное место во всей Кабардинке. Здесь верят, будто бы в пансионате Надежда золотые унитазы. Будто бы там хрустальные бассейны. У меня в каждом живет настоящий дюймин. Я в пансионате не был. Зато я видел ценник на отдых там. За какие-то деньги. Там не только унитазы золотые, друзья мои. Мы из Доо. Место легендарное. Кабардинки верят, будто там, на этой горе, когда-то жила целое племя Манчжура. Это добрые ребята. У них ни оружия, ни ругательных слов не было. Зато был свой шаман. Легенда гласит, что шаману однажды в день осеннего солнцестояния... Да, от среднего солнцестояния приснился сон, в котором огненные леса, прыгая с холма на пол, поджигает целую гору. Шаман проснулся и понял, сон был вещь, взял за факел и побежал сжечь деревню. Сжег все до последней головешки. Его поймали, убедили, что он был неправ. Ругательных слов не было. Назвали Доо. Что в переводе с языка манчжуров означало огненные леса. Чуть позже на эту голову пришли русские. Услышали легенду. Слово понравилось, используют до сих пор. Только добавили парочку недостающих букв. Доо. С тех пор так и оставили букв. Прямо сейчас, ребята, мы проходим мимо медийной фермы. Вы ее не видите, а она есть. Там на воде черные треугольные буйки. Днем посмотрите вдаль, вы увидите жуткое зрелище. Над водой похожие на кул. Буйки. Под ними медийная ферма похожа.